виталий приветствую тебя на торговой сессии среды наша традиционная встреча в ходе которой мы с тобой говорим о актуальных рыночных возможностях соответственно смотрим на происходящее с разных сторон с позиции фундамента техники если есть хорошие сигналы я еще говорю о рыночных настроениях это как многие считают еще один способ анализа поведения через психологию трейдеров есть большинства и меньшинства но в целом конечно же больше делается акцент с моей стороны на общий фундаментальный вход сегодня как раз я хочу его очередной раз затронуть как раз наша с тобой очередная встреча сейчас связано сегодня с очень насыщенным экономическим календарем потому что сегодня будет много релизов по штатам в 15-30 московскому времени это годовые данные по ввп индекс расходов на личное потребление также все прекрасно знают тех кто следит за новостным фоном сегодня проходит заключительный день на форума экономического португальской синтри где снова будут выступать и лагарты и председатель фрс джером пау собственно эти комментарии эти чиновники главы регуляторов они конечно же задают тон на финансовых рынках потому что их риторика заставляет нас переосмысливать перспективы изменения процентной ставки прикидывать перспективы для экономик соответствующих американской и европейской и думать уже вариться вместе со всеми в котле от этих ожиданий того не наломает ли дров повышением ставок и не спровоцирует мировую рецессию которую многие кстати говоря на ждут и сами представители американского регулятора не отрицает тот факт что повышение ставки может привести к рецессии правда по-прежнему надеются что удастся миновать и каких-то совсем уж пагубных и негативных экономических последствий я сегодня как раз раз уж у нас паул на повестке лагарта предлагаю посмотреть на ситуацию с парой евро доллар давайте дима сразу экрана и начнем с меня раз у меня открыто 1 0 5 10 текущей котировки по паре евро доллар мы видим серьезные распродажи которые продолжаются уже второй день подряд я полагаю что если вот эта нисходящая динамика сохранится в рамках сегодняшнего дня то евро протестирует уровень поддержки в районе 1 0 360 и потенциально может быть еще дальше ранее обозначал сценарий что евро может быть уязвим именно с учетом текущего новостного фона а в данном случае действительно давление на европейскую валюту усиливается по мере укрепления курса американского доллара а сейчас индекс американской валюты можно сказать в буквально нескольких шагах от мощного сопротивления 105 пунктов но учитывая опять же как индекс доллара растет второй день подряд я допускаю что вот эта восходящая динамика сохранится и дальше что касается ситуации с европейской валюты вчера когда выступала лагарда я следил за ее пресс-конференции очень многие покупатели евро рассчитывали на то что и европейский центральный банк сделает больше акцент на растущей на усиливающийся риск инфляции и все с этим допустит возможность более агрессивного подхода к ужесточению монетарной политики но это могло бы действительно если бы такие комментарии прозвучали поддержать курс европейской валюты но лагарда затронут тему которая является планом по повышению процентной ставки лишь повторила что в июле планируется ее рост на 25 байсных пунктов потом в сентябре возможно еще на 50 байсных пунктов но это ровным счетом то что мы услышали от нее еще практически месяц назад вот тогда это уже стало причиной роста европейской валюты это первый раз когда мы отбились от уровня 103 50 и восстановились почти на полтысячи пунктов но сейчас все эти ожидания не уже полностью дисконтированы в курсе евро и единственное что могло бы конечно же существенно поддержать европейскую валют это все таки более агрессивный подход и cb к увесточению национальной монетарной политики не такой агрессивный конечно же как в рамках фрс но хотя бы комментарий о том что мы допускаем возможность повышения ставки на 50 байсных пунктов вас раз но всего этого не было я не думаю что сегодня вот за ночь что-то изменилось в позиции европейского центрального банка поэтому ходе сегодняшнего выступления лагард я не жду что ее риторика сможет стать поддерживающей для динамики евро отсюда вот собственно контраст мы понимаем что если в июле даже сравнить ставка и cb вырастет на 25 байсных пунктов а то фрс намерен в июле поднять ставку на 75 байсных пунктов а если инфляция через две недели июньская инфляция покажет новый многолетний максимум то возможно и на 100 байсных пунктов почему бы нет и вот этот контраст я прям хочу сегодня вот эту идею контраст монетарных политик дифференциал процентных ставок протащить еще через несколько идей но как минимум еще через одну а чтобы обратить ваше внимание друзья на то что сейчас доллар но остается более привлекательным активом для того чтобы работать с текущим новостным фоном и вот мне понравилась еще точка зрения блумберга о том что индекс доллара ну и соответственно если говорить о корреляции между индексом доллара и пара евро доллар индекс доллара и американская валюта может вырасти до конца этого месяца еще значительнее и сейчас она растет по этой причине потому что многие фондовики боятся опять же реальной рецессии и еще большего обвала рынка S&P валится друзья уже сегодня после снижения активного вчера и на фоне ожидания снижения американского фондового рынка лучшей стратегии это выйти в кэш в данном случае доллара кэш и я согласен с тем что он перераспределение вот перетряхивание ребалансировка портфелей может стать еще одна причина рост американской валюты касаясь европейской валюты против доллара цели здесь уже 1.0350 и я рекомендую действовать прямо с текущих уровней шортить и быть пока что уверенными в том что евро останется в числе аутсайдеров еще одна валютная пара которая дает ему возможность работать с дифференциалом процентных ставок контрастно-мунитарных политик это доллар иена здесь этот контраст еще более выражен потому что если в предыдущем примере и цб хотя бы повышает ставку пусть и скромными темпами вот банк японии по-прежнему считает что для них первоочередная задача это удержать стабильный темп экономического роста а не бороться с инфляцией как это делает рэс поэтому ставки на отрицательных значениях проводится программа количественного смягчения и банк японии делать все возможное чтобы удержать доходность по национальным японским государственным облигациям в районе 0,25 процента при этом американский трэжерис сейчас котируется на уровне и 13 тоже очевидно какой актив будет пользоваться большим способом и что будет интереснее так 136 10 текущей котировки я рекомендую дождаться теста если он даже будет если не будет я не удивлюсь если будет то замечательно тест поддержки 135 50 там купить с целями 138 стопосом на уровне 135 ровно что касается рынка нефти 113 долларов за баррек сейчас я рассчитывал на то что произойдет отбой от вот этого локального восходящего канала так оно и случилось нижняя граница стояла сейчас котировки еще выше рекомендую покупать нефть с целями 120 125 среди факторов поддержки это сохраняющиеся продолжающиеся продолжающиеся протесты в ливии которые сказываются на объемах нефти добычи смягчение кабинных ограничений в китае то есть не последовало нового локдауна и хорошо потому что это позволяет рассчитывать на восстановление экономической активности повышение на спроса и заседание опек на этой неделе завтра будут и итоги но я почти уверен что страны опек не станут сейчас вмешиваться оставит в силе прежние договоренности по росту нефтедобычи по моему там на 648 тысяч баррелей в рамках месяца на август и сентябрь почему оставят без изменений потому что их все устраивает в плане уровня доходов и прибыли и как я на своем брифинге сегодня рассказывал вполне возможно что страна опек сейчас предпочтут последить за тем как будут дальше развиваться события в мировой экономике потому что было бы глупо с их стороны сейчас поднять уровень нефтедобычи а через несколько кварталов мировая экономика окажется в рецессии что подорвет спрос и снизит потребление и тогда на рынок через решение и действия опек может создать дополнительные трудности для последующего установления спровоцировать обвал опять же и бренд и wti и соответственно лишить сверхприбыли которую сейчас привыкли уже получать стороны ближневосточного картеля но и многие считают что даже если бы они хотели поднять уровень нефтедобычи у них нет свободных производственных мощностей для этого который можно было бы в очень короткий промежуток времени задействовать поэтому я как и неделю назад как и месяц назад отношу себя к тем трейдерам которые ну видят сейчас больше признаков а именно более высокого спроса которые опережают предложение и постоянно сокращающегося предложения что вряд ли изменится в ближайшие месяцы отсюда и такая бычая установка и ожидания еще большего роста видали слова тебе приветствую давайте пройдемся по рынку прошлом обзоре я говорил о возможности дальнейшего падения по 500 предлагал предлагал со стоп-лоссом 38 50 примерно данная идея не сработала но я предупреждал что мы шортим на минимумах вот этого нисходящего тренда а те кто шортил в начале месяца когда я советую 41 50 хорошие цены коррекционном тренде на движение коррекция и тоже был было падение и сейчас произошла более глубокая коррекция но 50 процентов от падения текущего месяца в принципе вчера неплохо слили я думаю что учитывая все эти факторы фундаментальные которые сейчас присутствуют по рынку я думаю что индекс s&p 500 будет падать и дальше в точках кода не более сложные не всегда они хорошие примеру с текущих сложно сказать о широке я бы если и пытался дальше шортить если кто шортил прошлый раз получил стоп-лосс если те кто шортили и умеют удерживать срочные сделки они находятся в шоколаде а те кто пытается новые какие-то сделки ну можно попытаться скажем если будет коррекция где-то в район три восемьсот восемьдесят пять условно да со стопосом за вчерашний максимум тридцать девять пятьдесят пять то можно попытаться на еще раз шарпануть с дальнейшими целями минимальными там тридцать шесть словно десят на обновление вот этих минимум которые были текущий месяц поэтому это будет чуть более длинная история возможно мы здесь что-то проторгуем не исключая даже обновление локальных максимумов посмотрим поэтому я пока за шорт по данному индексу там посмотрим ну что скажем еще возможно добавить шорт смотрел сегодня утром такс немецкий да у него как видим более мелкая была коррекция вот по сравнению с с американскими индексами после предыдущего падения 50 процентов это и больше отдах после на слива который был в текущем месяце достаточно приличный по сравнению с другими индексами отскока практически не было да то есть минимальный отскок поэтому европейские акции даже никто не пытается купить и здесь тоже можно попытаться войти в шорт у нас текущие 13 100 со стоплосом 13 он на 500 посмотреть что здесь рисуется возможно даже и ланги какие-то будут но потому что начинают удерживать вчерашний позавчерашний минимум если конечно удержат то могут и показать рост но я пока буду стратегически работать на снижение фондовых индексов что касается ну криптовалют здесь аналогичная картина я думал что прошлый раз я говорил о уровне 19 700 условно по биткоину ниже него шорт выше него возможно ланги будут но учитывая картинку по снг 500 я думаю что если мы дальше будем падать то и потянет и биткоин но тоже напрашивалась какая-то коррекция более глубокая но ну это то что хотелось бы да она произошла небольшая и сейчас нужно стоить снова за этим уровнем 19 700 вот если мы его будем пробивать какие дальше будет падение если удержим возможно затянется коррекция 25000 по данному инструменту вот как то так сложно пока дальше ну что касается валют принципе по индексу доллара аналогично евро доллар прошлый раз я говорил о возможной коррекции по данному индексу но я так сомневался по ней потому что здесь очень очень кривая ситуация я с учениками пытались шарки он локально он падал но это такое было интернет движение несколько раз здесь она отрабатывалась но дальше не произошло снижение и скорее всего так как вчера евро доллар слили прилично и индекс доллара что скорее всего мы будем пробивать там сто четыре пять а вот эту область сопротивления и дальше показывать рост но нам нужно ее сначала пробить потому что все возможно и тот же евро доллар если взять вот он тоже зажат в таком боковике 106 на 100 условно на 100 0 4 там 70 условно 75 вот я бы евро уже лучше если шаркел то на пробой вот этого минимум пробивать а дальше открывается дорога на 0 350 и дальше ниже конечно если здесь произойдет коррекция можно рискнуть будет и с более коротким стопосом получится как-то вот так то есть у меня вот такое мнение по рынку другие все валютные пары аналогично в тренде зеркально тоже так хотя где-то там австрийский доллар новозеландский доллар поддавливают более сильно он аналогично вот ли мы на сильную поддержку 2170 вот на пробой и и можно работать получается лимит 2150 стоп лоссом словно там 50 пунктов можно попробовать работать по фунту нашел шоу и 119 и возможно ниже посмотрим если не нарисуется каких-то новых импульсов в обратную сторону потому что на минимум тренда скажем все возможно какие-то коррекции могут произойти но пока подавливают вчерашний вот это наверное выступление лагар и спровоцировала снижение по евро доллару потянуло другие валюты у меня такой рынок сложноватый то есть он принципе понятно что он смотрится на снижение но пока у меня сегодня спасибо виталий за точку зрения за сделки действительно сейчас очень трудно принять какое-то однозначное решение потому что мы видим как поборно реагирует на любые комментарии а их сейчас очень много и все может измениться вроде как и очевидно сейчас кажется риск на снижение там даже и технический паттерн и все свидетельствует о том впереди продолжение тренда но все может измениться это как раз еще один повод напомнить вам друзья что как бы вы не не были в том что рынок определенным образом должен себе повести все может быть совершенно иначе контролируйте риски следить за загрузка депозитов это всегда традиционно очень важно ну что ж виталий тогда на следующей неделе в понедельник обсудим с тобой уже итоги вот этого форума конференции выступлений как доллар отреагирует на статистику на этой неделе и в принципе что с ним произойдет за оставшуюся часть этой недели сможет ли он выйти на новые уровни либо все-таки опять же инициатива придет продавца ну чем выше активность тем наверное наверное интереснее следить за ведь флотильность это то что нам трейдерам и нужно спасибо виталий хорошего закрытия недели пока